Девушки отдыхают И то, что происходит между Россией и Украиной, это всего лишь небольшая часть На самом деле проблема гораздо больше, гораздо шире И весь мир сегодня в этом И хотя я буду говорить о евангелизации Я хочу начать с пророческого слова Я верю, что нечто знаковое случилось уже несколько лет назад Двенадцать лет тому назад И, кстати, я в служении уже 65 лет Может быть даже и больше Я впервые начал проповедовать 70 лет назад И если Господь не вернется, то я буду проповедовать еще 37 лет И по окончании этого срока я буду такой же сильный В такой же хорошей физической форме, как и сегодня Но интересно то, что 12 лет тому назад Когда Америка и Британия напали на Ирак И когда британская армия вместе с американцами форсировали реку Ефрат, чтобы захватить Багдад Господь показал мне очень интересное местописание И я говорил об этом Я писал об этом И об этом было написано в нашем журнале 12 лет тому назад И я верю, что мы живем буквально в последние дни накануне возвращения Христа И мы должны переживать Исполнение пророчества Иоиля Когда он говорит о раннем и о позднем дожде Ранний дождь сошел в день Пятидесятницы Мы живем в одни последнего дождя сейчас И мы должны ожидать и верить Что величайшие чудеса, которые когда-либо были в церкви Будут происходить сейчас Я в это верю Я вижу, как это происходит И я верю, что вы часть того, что делает Бог И есть две значимые пророческие вещи Во-первых, Библия использует Израиль как символ Потому что Библия говорит, что когда смоковница расцветает, распускается Тогда приближается конец Израиль сегодня Процветает Израиль — это необычная страна Это единственная демократия на всем Ближнем Востоке И Израиль впервые за две тысячи лет вернулся в их собственную землю И не только это Но если у меня будет время, может быть, на следующем служении я расскажу больше О том, как Евангелие сейчас приходит в Израиль И Израиль обращается и узнает своего Мессию Но я поговорю об этом больше позже И значимые вещи, во-первых, это Израиль И восстановление нации Это признак того, что мы находимся в последних днях И помните второй признак Иисус сказал Что Евангелие будет проповедано язычникам Мы являемся язычниками Ну, за исключением евреев, которые присутствуют здесь Остальные из нас — язычники Но проповедь Евангелия для язычников ограничена Потому что Библия говорит об этом очень ясно Что когда закончатся времена язычников Израиль будет спасен И я верю, что мы достигли этого момента сейчас И я, вероятно, больше расскажу вам об этом на следующем служении Как Израиль находится на пороге спасения Но следующее, что я хочу показать вам Это другое место Писания, которое Господь открыл мне И об этом написано в книге Откровения Девятая глава С тринадцатого стиха И здесь он говорит Шестой ангел восструбил И услышал я один голос от четырех рогов Золотого жертвенника, стоящего пред Богом Говоривший шестому ангелу, имевшему трубу Освободи четырех ангелов В английском сказано Духов Связанных при великой реке Ефрате И это единственное место в Писании Которое цитирует точное время И сказано в пятнадцатом стихе И освобождены были четыре В английском сказано Злых духа То, что у нас написано Ангелы, приготовленные на час и день И месяц и год Для того, чтобы умертвить третью часть людей Пророческий Библия так часто говорит О днях, месяцах и годах Но это единственное место в Библии Которое настолько точное Что эти злые духи были удержаны Для часа и дня, месяца и года И они должны быть высвобождены В конкретное время Что приведет к гибели Третьей населения планеты И я верю, что эти демоны Были высвобождены 12 лет назад Когда американцы И британцы Совершили одну из самых ужасных ошибок В попытках разрушить Ирак И это странно, но когда я увидел эту новость По телевидению в Англии О том, что британские и американские войска Пересекли реку Ефрат Бог обратил мое внимание на это местописание И я написал об этом И если оглянуться назад сейчас То все проблемы, которые у нас есть сегодня с Исламом Все битвы в Ираке Проблемы в Сирии Которые сейчас распространяются по всему миру Все это началось 12 лет назад И даже в Британии мы это признаем Даже в Америке вынуждены это признать Что нечто случилось И все это брожение, которое было в мире Касающееся Ислама Все это выстрелило в тот момент И я также верю, что мы живем в одни скорби И я знаю, что многие готовы спорить со мной об этом Но я абсолютно убежден Что то, что происходит сейчас Завершится только при возвращении Христа И есть так много пророческих вопросов Европейский Союз Это демоническое образование И мы выпустили фильм Я думаю, ваш пастор видел его Мы выпустили этот фильм 15 лет тому назад Европейский Союз Это последняя империя Которую видел в видении Науходоносор Которую видение истолковал Даниил И за все тысячи лет Библейской истории Это очевидно В библейской истории Это очевидно является концом истории И для меня это критически важный момент Мы буквально живем в конце истории И Библия очень четко говорит о том Европейский Союз будет разрушен при возвращении Христа Поэтому мы живем в последние дни И благодаря всему этому Тот терроризм, который был высвобожден И мы видим исламский терроризм сейчас по всему миру Это есть в Британии Город, где я проживаю в Британии Там находится самая крупная мечеть в Европе Это небольшой город У нас население всего 50 тысяч И большинство это мусульмане У нас в нашем городе находится центральный суд шариата Они фактически контролируют весь город Это самая воинственная секта в Британии Это те, которые стоят за взрывами бомб в Лондоне И практически весь терроризм, который мы видим, он из города, где живу я Вот настолько серьезная ситуация Но давайте отсюда сейчас перейдем К тому, о чем я хочу говорить В Евангелии Марка в 16 главе В 14 стихе Иисус явился 11 ученикам после воскресения И Он упрекнул их из-за их неверия И потом Он сказал Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие И я верю, что это тот вызов, который брошен нам сегодня Проповедовать Евангелие Не спорить о политике Не спорить о пророчествах Не спорить о религии Есть лишь одно имя под небом, посредством которого человек может быть спасен Это имя Иисус Иисус имеет всю силу и всю власть И то, что я вижу в моей собственной жизни даже Это то, что когда мы живем по вере Когда мы верим в силу Божьей То нет лимита тому, что Бог может сделать И я вижу вызов, стоящий передо мной и перед вами Это видеть славу Божью на земле Я знаю, что мы увидим Божью славу на небе Но я не готов ждать так долго Я верю, что мы должны явить силу Божью сейчас Мы должны продемонстрировать величие Бога Мы должны видеть чудеса исцеления Всевозможные чудеса И мы должны видеть их сейчас И мы должны являть силу Божью на земле Мы знаем, что Бог обладает силой на небе Но Бог имеет силу и на земле Помните, когда Иисус ел с фарисеями И перед ним опустили расслабленного Что Иисус сказал? Он сказал, прощаются тебе грехи твои И они начали между собой говорить Ну, как это грех прощен? И эти неверующие фарисеи сказали Только Бог может прощать грехи Никакая церковь не может прощать грехи Никакой священник не может прощать грехи Чтобы показать, что Сын Божий имеет власть на земле Он сказал этому расслабленному Встань Ходи Почему? Почему? Чтобы показать, что Сын Человеческий имеет власть на земле И церковь во многом забыла об этом Что чудеса показывают, что Он имеет власть не только на небе, но и на земле И это очень интересно, если обратиться к Ветхому Завету Потому что там можно прочитать, как Иаков боролся с Богом В месте под названием Пенуэл И когда это закончилось Бог сказал Иакову Как князь Ты имеешь силу пред Богом И пред людьми Если Бог мог сказать это человеку 3000 лет тому назад То насколько больше Бог может сказать это тебе и мне сегодня Ты имеешь силу пред Богом Если тебе нужна сила пред людьми То вначале ты должен обрести силу пред Богом Без силы пред Богом ты не можешь иметь силу пред людьми Но когда ты имеешь силу пред Богом Тогда ты имеешь силу пред людьми И ты будешь побеждать И я видел так много иллюстраций тому И я всегда изумляюсь, вспоминая то, что случилось, когда я приехал в Грузию Пять лет тому назад И когда я приехал, чтобы проповедовать там И мне сказали, ну здесь не так много верующих в Грузии Мы снимем зал на 500 человек И можно провести евангелизацию Я сказал, нет Если мы будем это делать Мы возьмем самый большой стадион Но в конечном счете арендовали стадион Было интересно, потому что один неверующий бизнесмен Он как-то услышал о моей истории житейской О том, как я возил Библии контрабандой И он решил снять фильм о моей жизни И это фильм, который будет показан В светских кинотеатрах И предпримерный показ этого фильма Сделали за день до начала евангелизации Поэтому в четверг утром Меня пригласили на телевидение И там меня спрашивали о фильме Но я научился этому трюку у политиков Знаете, все политики, они одинаковые Но они все одинаковые Поверьте Британские, американские, украинские Они все одинаковые Они никогда не отвечают на твои вопросы Что бы ты ни спросил Даже в Германии Они никогда не отвечают на твои вопросы Поэтому когда меня пригласили на телевидение И мне задавали вопросы о фильме А я рассказывал об Иисусе И о евангелизации И приглашал людей прийти на служение И я так увлекся Что они не могли меня остановить И поэтому вместо двух минут Я это интервью длилось и длилось там Но я хочу показать вам силу Божьей Патриарх Грузинской православной церкви Он был в такой ярости И он потребовал, чтобы ему предоставили время на телевидении И поэтому в пятницу В тот день, когда служения должны были начаться Патриарх выступает на телевидении И говорит, я запрещаю вам посещать подобные служения Бога можно найти только в грузинской православной церкви Если вы посетите эти служения То пойдете прямиком в ад Потом он очень разозлился на меня И он сказал, этот Дэвид, он сам дьявол У него рога И хвост Он сам дьявол Ничего себе И что мы должны были делать? И мы пытались попасть на служение Но там было столько тысяч человек Что нам трудно было попасть в здание даже Люди никогда воочию не видели дьявола прежде Поэтому они пришли, чтобы посмотреть И представители всех государственных каналов Они все хотели снять пустые места в том зале А вместо этого зал был забит под завязку Я проповедовал Христа Люди покаялись И было столько чудес исцеления И телевидение пыталось еще одну шутку сыграть с нами Когда происходят чудеса исцеления Всегда пытаются показать людей, которые не получили исцеление Они не хотят показывать тех, кто получил исцеление И они начали опрашивать людей на выходе И все, кого они нашли За исключением одного Сказали, ой, это чудо Иисус исцелил меня У меня нога была сломана Или там слепой глаз И все это было показано в прямом эфире по телевидению Они нашли только одного человека, который не получил исцеление Он сказал, ой, я так сожалею, я видел все эти чудеса Я бы хотел быть там, чтобы самому получить это чудо И такой позитивный отклик был Но вы знаете, что произошло в тот вечер? Из-за предпринятой на нас атаки И из-за того факта, что православные направили своих сторонников Которые пришли с арматурой С бейсбольными битами Для того, чтобы избить нас И президент Грузии Созвал внеочередное заседание правительства в субботу И они выпустили декларацию Что евангельские христиане Больше не являются сектой И что любые, кто будут атаковать нас Нас попросили сделать снимки на мобильные телефоны И этих людей, которые будут атаковать, арестуют и посадят в тюрьму Но вы видите, сила Божья в чем Когда мы бросаем вызов дьяволу Силой Божьей Во имя Иисуса Дьявол не имеет власти Иисус сказал Дана мне всякая власть На небе и на земле И когда мы приходим во имя Иисуса То мы имеем эту силу и эту власть Но мы видели столько чудес Я помню еще одну атаку со стороны православных Я был в одном из городов на Дальнем Востоке Это в Сусумане И в первый год, когда я приехал туда Столько чудес произошло И в первый вечер люди получили исцеление И женщина подошла ко мне И просто умоляла меня и сказала Я приехал из больницы Бог полностью исцелил меня Я хочу, чтобы ты приехал в больницу завтра Я сказал, я обычно не езжу в больницу Я не верю, что Бог хочет, чтобы я поехал молиться в больницу Но Дух Святой сказал В этом случае поедь с ней И на следующий день Эта женщина привезла меня в больницу И я зашел только в одну палату И когда я пришел туда, я поговорил с первым человеком Я спросил, какая у тебя проблема Он сказал, у меня перелом позвоночника Я возложил на него руки И во имя Иисуса он был исцелен Он встал и пошел Я подошел ко второму Он сказал, тот же самый перелом позвоночника Я помолился за него Он встал и пошел Я подошел к третьему Я спросил, какая у него проблема Он сказал, я слепой Я не вижу Я возложил на него руки По имя Иисуса Я повелеваю, чтобы ты видел Я вручил ему Библию моего переводчика на русском языке И этот слепой начал читать Библию Нет, не в этом чудо И я уехал из той больницы Но нечто случилось На следующее утро Прежде чем я должен был уехать из Сусумана Мэр потребовал встретиться со мной Я приехал к нему в офис И он такой злой был Он сказал, что ты наделал вчера Я такой, только об Иисусе рассказывал Он сказал, что ты наделал в больнице Я сказал, что я был всего в одной палате Он сказал, что ты наделал весь больнице Он сказал, что больница осталась пустой Я не делал ничего Я невинен Я не делал этого Но что случилось Этот слепой Он был в таком восторге Что он оббежал всю больницу Читал Библию Я не знаю, что он там вычитал Но он был в таком восторге Иисус исцелил меня Я был слепым Иисус исцелил меня И люди поднялись с больничных коек И пошли Это не я Я не мог такое сделать Бог использовал этого слепого И больница осталась пустой Это Бог Дело не в нас Это не мы Только Иисус может сделать такое Я такое не могу сделать И я сказал мэру Извините, это не я Это Иисус Но насколько чеклесно Иисус пришел в ту больницу Иисус здесь Иисус здесь Он жив сегодня Он здесь Он здесь в вашем городе В вашей церкви В твоем сердце В твоей жизни Ты видишь, что твое свидетельство Если ты наконец покаешься сегодня Если ты получишь спасение И исполнишься силой Божьей И пойдешь И расскажешь всем Смотри, что сделал Иисус Смотри, Иисус спас меня То весь ваш город Придет ко Христу Один мужчина Одна женщина Вы можете воскрешать мертвых Исцелять больных Можете Можете Иисус сказал, что вы можете Это то, что мы должны делать Исцелять больных Воскрешать мертвых Рассказывать об Иисусе Однажды такая песня была Можешь говорить обо мне Все, что хочешь Но я буду всегда Говорить тебе об Иисусе Нет, разница, что тебе говорят Ты говори об Иисусе Ты говори об Иисусе Скажи, что Он жив Скажи, что Он здесь Что Он может сделать Он может исцелить твою болезнь Он может остановить войну Нам нужна армия Нам нужна армия Людей, которые не боятся Говорить об Иисусе Это то, что мы должны делать Мы должны проповедовать Евангелие Это то, что Иисус сказал Но позвольте сказать вам немного больше Это единственный Это единственное повеление Данное христианам Это было последнее, что Он сказал После Его смерти После Воскресения Иисус сказал Ну что с вами, ребята? Смотрите, Он не обращался здесь к женщинам Там только мужчины Там только мужчины присутствовали И вот, что Он сказал Он сказал Чего вы боитесь? Почему вы не верите в истину? Эти ученики даже не верили, что Иисус жив И Он сказал Почему ваши сердца такие жесткие? Почему вы не верите? Смотрите, вот Он Я Я жив Если ты знаешь Иисуса Как я знаю Иисуса Я знаю, что Он жив Он живет во мне Аллилуйя Он не мертвый И Он живет в силе и власти во мне И Он живет в тебе Он живет в твоей церкви Он здесь Он жив в Украине Он жив Он говорит Если вы не боитесь Вы будете проповедовать Евангелие Идите по всему миру Проповедуйте Евангелие Я могу рассказать вам одну интересную историю Много-много лет тому назад Когда свобода впервые пришла в Россию Бог сказал мне ехать и проводить евангелизации в Сибири И на Дальнем Востоке И Бог сказал мне взять с собой 400 человек На три месяца Представьте себе Когда все начало разрушаться Знаете, все распадалось в России Помните, как это было тогда Наверное, в те годы Бог сказал 400 человек возьми в Сибирь и на Дальний Восток Это должно было стоить мне 2 миллиона фунтов Это больше 2,5 миллионов евро Больше 3 миллионов долларов И у меня не было денег Денег не было И люди мне говорили Не делай этого Ты не можешь это сделать Я сказал, но Бог мне это сказал И я должен делать то, что Бог мне говорит Ну, мы, наконец, вымолили Сколько-то денег И, наконец, было достаточно денег Только, чтобы купить билеты в одну сторону Только билеты Я раздал людям билеты И знаете, что они мне сказали? Они сказали Почему ты купил нам билеты только в одну сторону? Я не мог им признаться, что у меня не было денег на обратные билеты Ну и что я мог им сказать? Ну, пастор, что мог я им сказать? Я подумал в мгновение И я вспомнил слова Иисуса И я сказал людям Иисус же сказал Идите, проповедуйте Евангелие до края Вселенной Проповедуйте Евангелие Они сказали, да Но вы едете? Да Иисус нигде не сказал, что они должны вернуться Это правда Это правда Поэтому мы отправили людей с билетом в один конец Но, конечно, Бог вернул их домой Конечно, Он это сделал Но когда Бог говорит Делай И слава Богу за то, что половина из них были украинцы Но вы знаете, что пасторы сказали? Когда мы вернулись через три месяца в Киев Пасторы сказали очень важные вещи Они сказали Мы отправили с тобой новообращенных, молодежь Пацанов отправили Они вернулись мужчинами Потому что столько произошло, что изменилось Почти каждый из этих двухсот украинцев, которые поехали с нами Стал пастором Евангелистом Лидером церкви Молодежным лидером Лидером поклонения Благодаря тому, что они видели и пережили в Сибири Это была сила Божья В их жизни И если ты хочешь видеть силу Божью Ты должен идти и делать Не слушай стариков, как я Но я просто старик Ну а вы, молодежь-то что? Это включает всех здесь Я старше всех вас Большинство из вас могли бы быть моими детьми Внуками И даже правнуками Поэтому я говорю Не смотрите на старика, как я Смотри, что Бог может сделать с тобой Когда сила Божья сойдет на тебя Когда сила Божья будет в Духе Святом высвобождена в тебе Посмотри, какие чудеса могут произойти И я могу доказать, что я моложе тебя Знаете, я обожаю это делать Библия доказывает Пастор Библия докажет, что я моложе этих людей А, вы не верите мне Что сказано у пророка Иоиля? Старцы ваши сновидениями Вразумляемы будут А юноши ваши будут видеть видения Поэтому твой возраст определяется не годами А в том сновидении ты видишь Или у тебя видение есть И если вы, молодежь, мечтаете и в снах видите только карьеру И выход замуж и женитьбу То вы спите Сновидение видите только И у меня видение больше любого из вас здесь Поэтому я моложе Вы видите, как Бог судит нас Не на основании того, что мы говорим На основании того, что мы делаем Дело в том, что мы делаем И я продолжаю это делать И я не останавливаюсь И я брошу вам вызов на следующем служении Но я отчасти скажу вам сейчас Хочешь иметь огонь в своей жизни? Подними руку, если ты хочешь иметь огонь в своей жизни Прочитайте в Левитам Вы знаете, каким было повеление Божье священникам? Он сказал Когда вы готовите жертву Он сказал, что вы должны зажечь огонь на жертвеннике И этот огонь никогда, никогда, никогда не должен гаснуть И Бог даст огонь тебе только тогда Когда ты скажешь Богу Этот огонь никогда не погаснет И тот огонь, который Бог дал мне в 13 лет Этот огонь не может потухнуть Он не погаснет И я вам скажу, что огонь Божий во мне сегодня сильнее, чем когда-либо прежде Чем старше я становлюсь Чем больше горит этот огонь Чем старше я становлюсь Чем сильнее этот огонь, тем мощнее эта сила Я вижу больше чудес сейчас Я вижу больше людей приходят ко Христу Я вижу больше благословений Божьих Чем когда-либо прежде в моей жизни Аминь Но позвольте мне сказать вам, в чем сложность здесь Как поддержать этот огонь? Почитайте, что говорит Библия Как священники поддерживали этот огонь? Не дровами А возлагая новые жертвы Чтобы поддержать этот огонь Ты должен возлагать новые жертвы Новые и новые жертвы должны возлагаться на шатре И если ты хочешь, чтобы огонь Божий становился сильнее, мощнее в твоей жизни Ты должен возлагать больше жертв На этот жертвенник И всю мою жизнь Все больше 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 жертв Если ты хочешь иметь огонь То необходимая жертва Тогда Бог пошлет огонь И вот в чем сложность Но вызов гораздо больше Что заставляет нас проповедовать в Евангелии? Есть несколько причин, почему я проповедую в Евангелии Во-первых, я знаю, что Бог простил мои грехи Я знаю, что я спасся Аллилуйя Христос избавил меня От силы и власти дьявола И от проклятия Бог освободил меня Аллилуйя Я знаю, потому что я знаю И прежде чем ты сможешь проповедовать в Евангелии Ты должен знать Что ты рожден в свыше Что твой грех прощен Что твой дом на небе И ты должен быть абсолютно убежден в своем собственном спасении Я верю, что когда я пришел ко Христу Моя старая жизнь умерла Погреблена Я мертвец, стоящий здесь Я мертвее вас И я живее вас Потому что когда я пришел ко Христу То старая жизнь умерла И я родился заново свыше И мне сейчас 83 Мне не 83, мне 75 Да, мне 8 лет всего Да, мне 8 лет всего Мне было 8 лет всего, когда я пришел ко Христу Поэтому мне не 83 Я молодой человек, мне всего 75 Но я воскрес из мертвых Получил ли ты водное крещение? Что произошло? Библия говорит В Римлянам 8 В Римлянам 6 Что говорит Библия? Ты погребаешься с Христом Крещением Символ, прообраз Того, как Христос Был в могиле И когда ты выходишь из воды Это подобно Воскресению Иисуса из мертвых Если ты получил водное крещение То ты крещен в смерть Христа То ты крещен в смерть Христа И ты выходишь из воды В силе воскресения Как Иисус Какое чудо Это одно И есть еще одно Я скажу, почему я проповедую Евангелие Я проповедую Евангелие Потому что есть рай и ад Сегодня проповедники не хотят говорить Ни о рае, ни о баде Но я не говорю о харизматических церквях Но я говорю о 90% Ортодоксальных таких государственных Особенно церквях в Британии Церкви армии спасения Методисты Баптисты Англикане Они никогда, никогда не проповедуют Ни о рае, ни о баде Не проповедуют И я знаю вот что Что если ты не придешь ко Христу Когда ты умрешь Когда ты умрешь Ты идешь либо в рай, либо в ад Без Христа идешь в ад С Христом ты идешь в рай И основатель армии спасения Однажды молился Чтобы все его офицеры провели 10 минут в аду Чтобы они хотя бы 10 минут увидели Каков ад, то они будут всю свою жизнь Посвящать усилия, чтобы проводить людей в рай Я скажу вам Я благодарен Богу за год, проведенный в коммунистической тюрьме Это был лучший год моей жизни Я узнал больше о Боге там, чем в библейской школе Я видел силу Божью Я пережил силу Божью Это было чудесно Но две вещи случились Во-первых, я научился любить грешников Я год провел бок о бок со всевозможными грешниками Моим лучшим другом стал убийца Я жил в одной камере с теми, кто контрабанды возили наркотики С алкоголиками С всевозможными грешниками Но когда я был там Я научился любить их Я видел их не как грешников Я видел их как чьего-то брата Чьего-то сына Чьего-то мужа И я увидел, почему они там Они рассказали мне Они знали, что они сделали Но я видел их так, как Иисус видит их Как они могут получить спасение Исполниться Святым Духом И как Бог может использовать таких людей И первые годы моей проповеди в России Очень многие пасторы Которые стали пасторами Это люди, которые отсидели в тюрьме Очень многие из тех, кто стали пасторами Это были те, кто отсидели в тюрьме И не так уж много лет назад Я проповедовал в одном из городов И я обедал со всеми пасторами И все, за исключением одного Отсидели в тюрьме Не за веру А до того, как они покаялись Они были в тюрьме За разные преступления Но Бог избавил их Настолько мощно Что сейчас они стали евангелистами и пасторами А единственный из них, который не сидел в тюрьме Его отец был секретарем коммунистической партии Но они видели силу Божью И когда я сидел в тюрьме Я понял, почему Иисус пришел на землю Почему Бог послал Иисуса На землю, я скажу Чтобы увидеть тебя, когда ты еще жил во грехе Не для того, чтобы осудить тебя Но чтобы любить тебя Библия говорит Бог не послал своего сына в мир, чтобы осудить мир Но чтобы через него мир был избавлен Это то, чему я научился в тюрьме Это придало мне страсть Это придало мне любовь к грешникам Я жил между ними И когда я понял Иисус, когда жил здесь 33 года Его критиковали Потому что Он ел с грешниками Он обедал, ужинал В домах у грешников И задавали вопрос Почему? Но Он любил их настолько, что умер за них Он любит тебя настолько, что умер за тебя Когда ты был еще грешником Иисус не умер за святых За проповедников За евангелистов Он умер за них, когда они были еще грешниками Какая страсть у Него была Если бы ты так же страстно желал спасать погибших Как Иисус Когда Он спасал тебя То весь бы город твой пришел ко Христу Понимаешь? Я говорил об этом В такой католической местности И одна женщина-католичка пришла ко мне И Он сказал Дэвид, помолись за мою семью Потому что в католической вере Там нет места проповеди о спасении Помолись за меня, сказала Он Потому что если я не приведу их к Христу Мои близкие Моя семья пойдет в ад Я знаю, что такое ад Я посещал места, где располагались немецкие концентрации И я видел, что там было Я был в Освенциме В Кракове В Берген-Белсене и в Дахау Я видел, что такое ад И если ад хуже коммунистической тюрьмы Той, в которой сидел я Если ад хуже той тюрьмы То я готов всю свою жизнь отдать Пытаясь спасти людей от ада Понимаете? Вот почему я проповедую Евангелие Если бы Господь просто открыл твои глаза Чтобы ты увидел истину Все, что Он говорит Идите до края земли И проповедуйте Евангелие Но начни здесь Иисус сказал, начни в Иерусалиме Твой Иерусалим — это там, где ты живешь Твой дом Твоя семья Твой город Если ты не можешь проповедовать Евангелие В твоем родном городе Как ты можешь проповедовать Евангелие В другом городе? Я начал В собственном городе В воскресенье Будучи еще подростком Я ходил на улице и проповедовал Когда я был в школе Я привел своего классного руководителя ко Христу И двое из моих одноклассников стали проповедниками Ты должен начать там, где ты есть Я хочу молиться Я хочу молиться Отец, я молюсь Чтобы новый дух пришел Сошел на этих людей Отче, принеси обличение Духа Святого Которое зажгет нас Твоим огнем Дай нам страстную любовь к Иисусу Любовь к грешникам О Боже Сделай нас всех евангелистами Спаси Украину Спаси этот город Спаси каждый город и каждое селение, которое представлено здесь Но если проповедь Евангелия под руководством Джона и Чарльза Уэсли Смогло спасти Британию от распространения французской революции То проповедь Евангелия Может спасти Украину От войны И от смерти Я провозглашаю это Во имя Иисуса Аминь 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 Аплодисменты Аплодисменты Спасибо, Дэвид Продолжение следует...